Этим девочкам по 14 лет, но в боксе им равных нет. Своё мастерство в ударах Карина Задурян и Настя Андреева доказали на первенстве края, завоевав две медали высшей пробы. У каждой два боя прошли с явным преимуществом. Теперь мы готовимся на ИФО. Также нам выдали путёвку на чемпионат, турнир «Олимпийские надежды». Тренера отличные, хорошо мотивируют, достаточно хорошо подготавливают. Очень много тренировок было, мы очень много старались. Клуб отличный. А готовятся к предстоящим турнирам воспитанницы девятой спортшколы и школы бокса Олимпийского резерва в молодёжном клубе развития бокса имени Фицова. Здесь есть всё необходимое оборудование для развития спортивных навыков. Тренировки проходят пять раз в неделю, но даже выходные Карина и Настя уделяют внимание физподготовке. Поздравить таких целеустремлённых спортсменок пришли молодые депутаты. Они вручили чемпионкам благодарственные письма, кубки, а также подарки. И не только в материально-технических вопросах молодые народные избранники готовы оказать поддержку. Сейчас активно разрабатывается проект по развитию физкультуры в сёлах. Ведём ещё переговоры с районом, чтобы не только тут тренировались ребята боксом, а в поселковых клубах ещё как-то это организовать и проводить турниры. Дети могли тренироваться, чтобы у нас там сейчас именно этот вопрос мы обсуждаем по Молдовке, чтобы в молдовском клубе как-то это организовать. Ещё одних чемпионов воспитывает спортбаза в 29-й школе. Под руководством опытного наставника, чемпиона мира Руслана Тазлияна, здесь проходят тренировки по кикбоксингу. Недавно молодые спортсмены вернулись с чемпионата и первенство края, привезли много призовых мест. Первое место в турнире занял Андрей Касьянов. Я выступал в городе Анапа. Соперники там были сильные, достойные. Боя у меня было три, один в день. Надо было, моральный настрой нужен был. Соответствующий настрой на победу Андрей получил от тренера. Несмотря на то, что Руслан – действующий боец, он, порой жертвуя своей карьерой, тренирует ребят. В его секции 60 юных спортсменов. 30 из них сейчас готовятся к открытому первенству в Сочи. Турнир пройдет 8 ноября в комплексе «Самбо-70». Совмещать тренерскую деятельность и спортивную тяжело. Как только начал тренировать, спортивные результаты упали. Но я всегда любил детей, всегда любил тренировать. И сейчас, пока нет своих соревнований, боев, я больше времени выделяю тренировочному процессу. Помощь в организации турниров, проведении мастер-классов и других мероприятий для молодых спортсменов секции кикбоксинга также оказывают молодые депутаты. Понаблюдать за тренировочным процессом и поздравить ребят с достижениями и председатель комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края Леонора Ирвандян пришла снова не с пустыми руками. Несмотря на то, что ребята занимаются кикбоксингом, в свободное время они просто обожают играть в футбол. Поэтому мячи стали для ребят желаемым подарком. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.